Вот это английский. Здравствуйте. Сегодня я вам подобрал утренние новости, которые смотрят американцы за завтраком. То есть нам сегодня расскажут самые-самые яркие события, о которых будет идти речь. Там будет катастрофа, про долги студентов, про знаменитостей, про забастовки. Короче, вот самое актуальное, что происходит сегодня, о чем все говорят. И что в этом самое интересное, это что слова, которые будут использоваться, как будто булочка, которую испекли вот прям на ваших глазах. Вы смотрели, как ее достали из печки, и даже ее не заворачивают ни во что, а просто вот вам протягивают свеженькую вкусненькую булочку. Вот это настолько свежая лексика, как эта булочка, которую вам испекли только что. Поэтому максимально внимательно запомните все, что я вам сегодня даю, потому что все, на что я обращу внимание, это те слова, которые вы будете встречать в своей жизни еще много-много-много-много раз. Поэтому лучше их выучить сейчас. Итак, давайте приступим. Так, поехали еще раз. Ну, для новостей довольно полезное слово. Вот из всех цифр, цифра dozen – это дюжина. Ну, это скорее не цифра, а слово, да, но все равно. Дюжина, то есть 12, dozen. У нас оно особо не используется. В русском языке – дюжина, да, мы как-то это слово не жалуем. А в английском часто измеряется дюжинами, ну, мы бы сказали, скорее, десятки людей, да. Six people are dead and dozens more и дюжины больше in the hospital, в больнице, да, в госпитале. То есть шесть людей погибли и еще много кто в больнице, много кто травмирован. Ну, вот специфика именно английского языка в данном случае заключается в слове dozen. Мы бы так его не сказали. Поэтому привыкайте к этому слову и в своей речи тоже попробуйте составить. А хотя, кстати, рабочие тетради для этого и сделаны. Я там тоже сделаю небольшое упражнение на эту тему. Чтоб вы потренировали употребление слова dozen в своей речи. Чтоб вы именно не десятки говорили, а дюжины, dozens. После того, как dust – это грязь или пыль, тоже, кстати, довольно распространенное слово dust. Давайте запомним пыль. И картинок для визуализации. Вот мы видим dust, dust, dust. И, кстати, dusting – это и есть протирание пыли. I was dusting in the bedroom when the phone rang. Я вытирал пыль в спальне. Да, прибирался мы по-русски бы сказали. When the phone rang. Когда телефон зазвонил. She resumed her dusting. Она продолжила свое протирание пыли. Да, не то, что это прям альтернатива уборке в комнате. Скорее, это именно вытирание пыли. Поэтому dust – пыль. After a dust storm. После того, как шторм из пыли. После того, как пылевой шторм set off – это либо отправиться куда-то, либо запустить, что-то вот в таком смысле. Отправляться, начинать, завести. Да, мы видим вот этот оттенок, что что-то недвижимое становится движимым. He set off for work an hour ago. Он поехал на работу час назад. I set off to make the work by myself. Ну, про работу, да, видите, говорят. Начинаю работать. The politician's speech set off violence in the crowd. Речь политика set off – запустила violence. Это такая ненависть, жестокость. The politician's speech set off violence. То есть началась эта жестокость, да, спровоцировала жестокость. In the crowd, в толпе. Вот, и у нас здесь after a dust storm sets off a 70-plus car pile up. То есть он после того, как этот шторм запустил что-то, да, спровоцировал что-то. A 70-plus, 70-plus, car, machine, pile up. Ну, вот мы даже по тому, что нам показывают, можем понять. А вообще слово pile – это… давайте посмотрим на него картинки. Это какая-то горка, кучка. Pile. Вот так оно примерно будет выглядеть. Что-то накидано в одном месте, да, pile. Чего угодно может быть. Pile of batteries, например. Pile of pipes. Куча труб. Ну и так далее. Очень распространенное тоже слово. Pile – куча. А у нас, получается, after a dust storm sets off. После того, как шторм этот пылевой спровоцировал a 70-plus car pile up. То есть это как будто одна конструкция у нас. 70 плюс машин как бы накидано друг на друга, да, в кучу. То есть что 70 плюс машин столкнулись в одну какую-то кучу. Stretching two miles long. Stretching, возможно, девушки знают. Вот в русском это слово, в принципе, уже прижилось. Stretching – тягучий фитнес. Да что за фитнес с тягучим названием? Вот нам подсказывают. Потому что stretch – это как раз-таки растягиваться по-английски. Stretch. Поэтому stretching – буквально растягивание. То есть по-русски, если бы мы не заимствовали это слово, а просто говорили бы, там, я иду на растяжку, ну, это не так модно звучит, да, как stretching. Поэтому мы запишем для тех, кто с этим словом не знаком. Stretch – это растягиваться, растягивать. И у нас after a dust storm sets off a 70-plus car pile up stretching two miles long. Да, растянутую на две мили. Two miles long. И вот еще одно, да, что мы, опять же, говорим в километрах, а по-американски будет мили. After a dust storm sets off a 70-plus car pile up stretching two miles long. Ну, все, теперь понятно, да, нам все, что здесь говорится. After a dust storm sets off a 70-plus car pile up stretching two miles long. Все, в принципе, теперь ясно. Еще раз переслушиваем. Six people are dead and dozens more in the hospital. After a dust storm sets off a 70-plus car pile up stretching two miles long. Also this morning Hollywood on hold. Thousands of screenwriters are officially on strike. Talks between the writers' union and major TV and film studios fell through last night. Now production for your favorite shows and movies have been put on pause. Also this morning Hollywood on hold. Also this morning. Давайте мы даже уберем эту надпись. В принципе, тут есть Hollywood on hold. Голливуд on hold. Это как, допустим, по телефону вы когда звоните, и вас ставят on hold. Put on hold. Это поставить на удержание. То есть, вот, кстати, сейчас нам подсказывают еще в комментариях. Про одежду тоже вроде встреч говорят. Да, да, есть такой. Hollywood on hold. Голливуд как бы на ожидании. Да, еще. Also this morning Hollywood on hold. Thousands of screenwriters are officially on strike. Thousands of screenwriters. Тысячи of screenwriters. Screen – это экран. Write – писать. Screenwriter – это те, кто пишут для экрана. Сценарист, кинодраматур. Ну да, сценарии они пишут. Сценарист. Thousands of screenwriters. Тысячи писателей для экрана. Да, то есть мы только что выяснили, что это сценарист по-русски. Тысячи сценаристов are officially on strike. Официально. Thousands of screenwriters are officially on strike. Вот, что у нас. Если Hollywood on hold, да, Голливуд на удержании, то что может это значить? Thousands of screenwriters are officially on strike. Они на забастовке. По-английски strike – это демонстрация и забастовки. Мы так и запишем. Strike. Ну или вообще, если дословно это слово переводить, то это будет ударять. Но в новостях это по-любому. Либо strike – это как военный удар, да, по какому-то объекту. Либо вот мы сейчас написали strike в картинке в Google, и нам выдают только демонстрации даже, да. То есть это преимущественно будет это значение в новостях. Thousands of screenwriters are officially on strike. Тысячи сценаристов официально бастуют. Also this morning Hollywood on hold. Thousands of screenwriters are officially on strike. Talks between – разговоры между the writers' union, писательским союзом. Да, ну тут уже их просто называют не screenwriters, а просто writers. Union – союз. United – объединять. Union – United States, поэтому, да, Соединенные Штаты. Talks between the writers' union. Переговоры между писательским союзом and major TV and film studios and major – и основными, да, у нас тоже есть слово «мажоритарный», может быть, вы слышали это, большинство. And major TV studios and film studios – это самые большие, да, самые крупные. Major TV and film studios. Еще раз. Talks between the writers' union and major TV and film studios fell through last night. Что они сделали? Fell through. Fall. Падать – fall through, проваливаться, терпеть неудачу. The scheme fell through. Fell through, точнее. План провалился, да, схема провалилась. The deal has fallen through. Сделка провалилась. The plan fell through when it proved too costly. План провалился, когда он оказался слишком costly, дороговатым. И у нас здесь. Talks between the writers' union and major TV and film studios fell through. Last night. Они упали, да, развалились, провалились. Last night. Прошлой ночью эти talks, разговоры. Talks between the writers' union and major TV and film studios fell through last night. Now production for your favorite shows and movies have been put on pause. Гляньте, они провоцируют, да, показывают. Now production for your favorite shows. Теперь production, да, производство, создание. For your favorite shows, твоих любимых шоу and movies и фильмов have been put on pause. Поставили, вот как у нас до этого было, on hold, да, на удержание. И то же самое здесь. On pause. На паузу. Now production for your favorite shows and movies have been put on pause. Поставили на паузу. То же самое, что и put on hold. Мы запишем on hold и on pause. Это то же самое. На паузу. На удержание. На паузе. Now production for your favorite shows. Это она прям говорит your favorite. Now production for your favorite shows and movies. Это я так сказал. Ну, короче, все равно. Your favorite shows and movies have been put on pause. Now production for your favorite shows and movies have been put on pause. Пауз. Она даже говорит не pause, а pause. Давайте послушаем это слово. Пауз. Пауз. Да, это я по-британски сказал. А надо... Пауз. Пауз. Потому что это американский канал, поэтому... Now production for your favorite shows and movies have been put on pause. Пауз. Now production for your favorite shows and movies have been put on pause. We want a deal to be made that allows us to keep being able to make a stable living, producing the TV and the movies that make billions of dollars for these companies. We want a deal to be made. We wanted a deal to be made. Мы хотели... A deal. Сделка. Deal. Отсюда. Dealer. Да, это тот, кто совершает сделки. Dealer. We wanted a deal to be made. Мы хотели сделку to be made. Быть сделанной. Да, то есть мы хотели совершить сделку. Можно было бы, в принципе, сказать... We wanted to make a deal. Мы хотели сделать сделку. Он то же самое сказал, просто более сложной конструкцией. We wanted a deal to be made. Мы хотели сделку быть сделанной. То есть он немножко обезличил, да, так? Мы хотели, чтобы состоялась сделка. We want a deal to be made that allows us to keep being... That allows us, которая позволяет нам... Allow, позволять, позволить. That allows us, которая позволила бы нам... To keep... Able to make a stable living. To keep being able. Продолжать being able. Быть способными. To make a stable living. Сделать стабильное проживание. Короче, зарабатывать себе на стабильное жилье, да, чтобы можно было жить стабильно. Keep doing something. Это продолжать что-то делать. Мы запишем именно в таком значении, потому что у keep их много еще. Allows us to keep being able to. Продолжать, позволит нам продолжить. To be able to. Это быть способным что-то делать. I'm afraid I won't be able to come. Я боюсь, что я не смогу прийти. Да, не буду способен. We should be able to fit one more in. Мы должны быть способны вместить еще один что-то там. I don't know if I'll be able to come. Я не знаю, если смогу ли я прийти. Will you be able to finish it in time? Ты будешь способен закончить это вовремя? И везде мы видим, что после be able идет просто to come, to fit, to come, to source, to finish, to find, to spring и так далее. То есть везде будет просто глагол в первой форме. И не нужно никакое время использовать. То есть понимаете, да, в чем прикол? Опять же, давайте я просто в рабочую тетрадь это включу, и вы там попрактикуетесь, чтобы вы смогли это тоже использовать в жизни. И теперь еще раз. We wanted a deal. Точнее, wanted, он говорит. We wanted a deal to be made. Мы хотели сделку, чтобы она сделалась. That allows us to keep being able to. Которая позволила нам бы keep, продолжать being able to. Быть способными. To make a stable living. Жить стабильную жизнь. Вообще, to make a living – это зарабатывать, делать жилье. Ну вот почему-то так в английском. Именно про деньги, когда речь идет. Make a living – зарабатывать на жизнь. Может, потому что make money – зарабатывать деньги. Поэтому и make a living – зарабатывать на жизнь. А он еще даже разбавил эту фразу. Make a stable living. Зарабатывать стабильные деньги на жизнь. В этом смысле он имеет в виду – stable. We wanted a deal to be made that allows us to keep being able to make a stable living. Сложная конструкция, но если вы ее поняли, то вам просто 100 очков к английскому языку прибавляется. We want a deal to be made that allows us to keep being able to make a stable living, producing the TV and the movies that make… Producing the TV and the… Producing the TV, производя телевизионные and the… Тут он запнулся, да, немножко. Producing the TV and the movies. И фильмы, ну, то есть он как-то… Это разговорная речь, поэтому он говорит просто, производя… Он хотел, наверное, сказать TV and movie, допустим, movie series или что-нибудь такое, короче, телевизионные и кино, что-то там. А вместо этого он сказал producing the TV and the movies. Просто производя телевизионные and the movies. И фильмы that make billions of dollars, которые делают, то есть зарабатывают, опять же, да, вот в английском. Make dollars, make a living. Всегда, когда про деньги идет речь, там будет make. That make billions of dollars, которые делают billions, то есть миллиарды of dollars, долларов. Тоже, кстати, слово billions надо запомнить сегодня у нас. Miles, dozens, billions, да, миллиарды. That make billions of dollars, которые делают миллиарды долларов for these companies, для этих компаний. Тут внимательно не this, а these, эти компании. These companies. Producing the TV and the movies that make billions of dollars for these companies. Вот, еще раз теперь прислушаем речь этого по телефону мужчины. We want a deal to be made that allows us to keep being able to make a stable living, producing the TV and the movies that make billions of dollars for these companies. Так, и теперь полностью переслушиваем вот эту часть про Голливуд. Also this morning, Hollywood on hold. Thousands of screenwriters are officially on strike. Talks between the Writers' Union and major TV and film studios fell through last night. Now, production for your favorite shows and movies have been put on pause. We want a deal to be made that allows us to keep being able to make a stable living, producing the TV and the, uh, and the movies that make billions of dollars for these companies. Diplomas and debt for millions of American college grads. The two go hand in hand. Now we have an exclusive first look at a new report that lays out just how much debt a college degree puts you back these days. Diplomas and debt for millions of dollars for millions of American college grads. For millions, уже миллионов, да, а не billions. For millions of Americans, college grads. Для миллионов американских. College grads. Колледжных выпускников. Graduate. Graduate. Это выпускник, а выпустится... Graduate. Graduate. Тоже вот различие, да, в существительном глаголе. Что делать? Graduate. А кто? Graduate. 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 Вот, получается, for millions of American college grads. Это сокращение от слова как раз-таки graduate. Выпускник. Для миллионов американских выпускников, которых просто можно сокращенно назвать, вот это удалить, да, вот эту часть, назвать grad. Grad. Звучит так себе. For millions of Americans college grads. Для миллионов американских колледжных выпускников, да, выпускников колледжей. The two go. Эти два go hand in hand. Идут рука об руку, да. Мы по-русски тоже так говорим. Мы, правда, говорим рука об руку, а тут рука в руку, да, они идут, получается. Diplomas and debt for millions of American college grads. The two go hand in hand. Да, то есть рука в руку идут diplomas and debt. Дипломы и долги. Diplomas and debt for millions of American college grads. The two go hand in hand. Now we have an exclusive first look at a new report that lays out just how much debt a college degree put you back these days. Now we have an exclusive first look at... Now we have. Теперь у нас есть, или сейчас у нас, да, we have an exclusive, эксклюзивный first look. Первый, look, да, первый взгляд. First look at a new report. То есть вот мы первый раз взглянем на этот новый отчет. Now we have an exclusive first look at a new report that... Еще раз. Now we have an exclusive first look at a new report. Now we have an exclusive first look at a new report that lays out just how much debt a... That lays out, который lay, это класть на землю, да, буквально. That lays out, который выкладывает, да, объясняет. That lays out just how much debt. Прямо how much debt. Сколько долго, да, сколько долгов a college degree, колледжная степень, degree, это градус. Мы знаем, да, допустим, five degrees Celsius, да, пять градусов по Цельсию. А тут college degree, колледжная степень, да, колледжный градус. Давайте запишем на всякий случай. Graduate, выпускник, college degree, высшее образование, да, мы по-русски говорим. College degree. Вообще, да, по-другому звучит. That lays out just how much debt a college degree put you back these days. Just how much debt a college degree. Прямо насколько много долга высшее образование put you back these days. Put someone back, ну, понятно, да, даже без объяснений. Тормозить, задерживать, да. This decision has put the clock back. Это решение, да, словно, положило часы обратно, да, то есть отбросило назад, замедлило время. They put back the reform for 50 years. Они отложили, да, тянули эту реформу for 50 years, 50 лет. The meeting was put back for a week. Заседание отложили на недельку, да, put back, отложили обратно. Так и здесь. How much debt a college degree put you back these days? Насколько, во сколько долго, да, ну, долг в плане денег, да. Господи, что я все время да говорю. That lays out just how much debt, который выкладывает, сколько долго a college degree put you back. Как бы, насколько долго вы будете откинуты назад, на сколько денег. These days, в эти дни, ну, как бы в наше время. Переслушиваем. Я сейчас еще одно включу, а вы в комментарии напишите, стоило ли это делать или нет. Потому что я вот отобрал раз, два, три, четыре, пять новостей. Но я чувствую, что уже, даже у меня уже мозги подкипают к пятой. Поэтому напишите в комментариях, как вам вот сейчас будет после разбора последней. Ну, что, вот это последняя. And fashion's biggest night. И самая большая ночь fashion, да, моды. And fashion's biggest night. Some of the hottest celebrities. In their best and boldest looks for this year's Met Gala. Some of the hottest celebrities. Some of the hottest. Некоторые из hot, горячий. Hottest, самый горячий. Некоторые из самых горячих celebrities, знаменитостей. And their best and boldest looks. И их лучшие им bold. Boldest looks. Смелый, храбрый, наглый. Прям надо знать это слово. It's a bold plan that might fail. Это смелый план, который может провалиться. She wore a dress with bold stripes. Она надела платье с смелыми такими, да, в крупную полоску. The print should be bold and easy to read. Вот про надпись, да. Надпись должна быть крупной, да, смелой. And easy to read. И легко читаемой. То есть у слова bold могут быть и другие значения в зависимости от контекста. Жирный прошерифт. Сильный, мощный, четкий, отчетливый и так далее. Но вот у нас здесь boldest looks. Самые смелые looks, да, виды. То есть самые смелые наряды. The best and boldest looks. Поэтому, кстати, Ctrl-B на клавиатуре это сделать шрифт жирным. Потому что B это bold. Some of the hottest celebrities in their best and boldest looks for this year's Met Gala. We'll take you to the red carpet for some of the highlights. We take it to the red carpet. Мы, дословно, возьмем это. Ну, короче, мы переместимся на красный ковер. For some of the highlights. За некоторыми highlight. Это подчеркивать. Возвращаемся к женскому хайлайтеру, да, который подчеркивает, что он там высветляет, да, там, часть, там, глаз или что-то такого. В общем, подчеркивает определенные черты лица. We take it to the red carpet for some of the highlights. За некоторыми вот этими главными. Типа за самым главным, что там произошло. Хотя уже, кстати, тоже highlight говорят по-русски. Давайте посмотрим в новостях. Хайлайты всех матчей. Вот, пожалуйста, Федерация Регби России. Прямо так и пишут. Хайлайты. То есть самые яркие события. Хайлайты шестой партии матча. Хайлайты игроков. То есть лучшие моменты игроков. Поэтому давайте, будьте в теме. Чем лучше вы знаете английский, тем лучше вы будете понимать, что пишут по-русски в наше время. Хайлайты. We take it to the red carpet for some of the highlights. За некоторыми самыми яркими событиями, там, самым главным. And the controversies. Мы вот знаем слово контр, да, контра. То есть это что-то против, да. Controversy. Это какие-то противоречия. То есть что там такое произошло. Кто с кем-то поссорился. Кто слишком ярко оделся. Вот отсюда слово controversial, спорный. Но мы запишем controversy. Давайте. Это противоречие, спор, дискуссия. We take it to the red carpet for some of the highlights and the controversies. То есть все вот это самая журналистская тема там обещается. And fashion's biggest night. Some of the hottest celebrities in their best and boldest looks for this year's Met Gala. We'll take you to the red carpet for some of the highlights and the controversies. And the controversies. Пишут в чате, что отлично, нормально. Те, кто смотрят онлайн, не устали к этому моменту. Но посмотрим, что скажут потом в записи люди. Надеюсь, что действительно немного. Итак, пройдемся заново по словам и переслушаем все заново. Dozen. Дюжина. Надо запомнить. Кстати, ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А ну вот. Да, дюжина яиц, кстати. Почему-то именно двенадцатых кладут в упаковку. Dozen. Потому что, наверное, как раз от этого, от этой дюжины. Dust. Пыль. Грязь и так далее. У нас там было dust. Storm. Да, пылевой шторм. Пылевая буря. Pile. Это куча про машины было, что они pile up. Да, там складываются кучкой друг на друга. И stretch. Там two miles, по-моему, было. Да, растянутая на две мили. Put on hold. Hollywood on hold. Голливуд на удержании. Да, то есть он не... Ничего там не происходит. On hold. На стоп. Все там, оттормознуло все. Strike. Забастовка. On hold или on pause. На удержании. В принципе, мы, наверное, так и оставим, да, чтобы два было одновременно. Затем keep doing something. Продолжать что-то делать. Не останавливаться. И там он говорил, сотрудник, да. We want to keep being able to. Мы хотим продолжать being able to. Быть способными. Что делать? To make a living. Зарабатывать на жизнь. Или make что-то там decent living. Как-то там, не помню уже. В общем, хорошо зарабатывать на жизнь. Debt. Это долг или задолженность. Читается без буквы. А сейчас нет. Нельзя картинки с подсказками делать. Вот такую сделаем. Debt. Долг. Короче, про college grads там было. Про колледжных выпускников. И graduate. Выпускник. Graduate. Да, graduate. Выпускаться. При этом сокращенно можно просто grad. И далее. College degree. Высшее образование. Тоже по-русски, если не знаешь, никогда не скажешь. Да, надо именно знать вот это. College degree. Колледжная степень. Что это высшее образование. Bold. Про произносится смелый. Про best and boldest looks нам говорили. Это лучшие и самые смелые looks. Controversy. Это когда кто-то с кем-то не согласен. Дискуссия какая-то. Controversy. Вот тоже нам обещают ссор и конфликтов показать. А теперь давайте пересмотрим заново то, что мы разобрали. Talks between the Writers' Union and major TV and film studios fell through last night. Now, production for your favorite shows and movies have been put on pause. We want a deal to be made that allows us to keep being able to make a stable living, producing the TV and the movies that make billions of dollars for these companies. Diplomas and debt for millions of American college grads. The two go hand in hand. Now we have an exclusive. First look at a new report that lays out just how much debt a college degree put you back these days. And fashion's biggest night. Some of the hottest celebrities in their best and boldest looks for this year's Met Gala. We'll take you to the red carpet for some of the highlights and the controversies. Спасибо вам большое за просмотр. С вами был Вотэто Английский. Подписывайтесь на канал обязательно, если еще не подписаны. И не пропускайте новые выпуски английского по новостям, по фильмам, по музыкам, по книгам. Короче, почему вам нравится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok